Джон Фиджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклене, штат Массачусетс, США. Мальчик появился на свет у Розы Элизабет Кеннеди и Джозефа Патрика Кеннеди. Их брак был одобрен двумя семьями, Фиджеральд и Кеннеди. Хотя у Роз была возможность выйти замуж за другого претендента на ее сердце, она выбрала Джозефа. Сочетание таких громких фамилий в штате Массачусетс уже открыло дверь высшее общество детям, которые появились в данном союзе. Джон являлся вторым ребенком в семье, первенцем был Джозеф Патрик Кеннеди-младший. Всего у Джозефа и Роуз родилось 9 детей. В кругу самых близких Джона называли Джеком. Он родился с дефектом позвоночника и рос болезненным мальчиком. Однажды переболел с кралатины, от которой чуть не умер. Интересно, что именно его состояние здоровья дало ему четкое понимание того, что нужно жить здесь и сейчас, ибо завтра может не наступить. Самое яркое воспоминание Джека из детства – это объезд избирательных округов с дедушкой Джоном в 1922 году, когда тот баллотировался в губернаторы. Школьные годы Джона Кеннеди нельзя назвать прилежным учеником. Учителя отмечали его потенциал, но добавляли, что отношение к учебе было несерьезным, а также из-за проблем со здоровьем он часто отсутствовал. Несмотря на свое самочувствие, вел активный образ жизни и занимался спортом. Нужно отметить, что и путь к высшему образованию не давался юноше легко. Он искал себя и верную дорогу в будущее. В 1935 году Джон Кеннеди поступил в Гарвардский университет, но в самом конце августа забрал документы и отправился в Лондонскую школу экономики и политических наук, лично к видному экономисту, профессору Гарольду Ласке. Но в Англии заболел желтухой и вернулся на родину, где поступил в Принстонский университет. Кеннеди практически сразу заскучал там. Атмосфера в Принстоне для него была гнетущей, но недоучившись и первый семестр, на него обрушилась очередная напасть. Он попал в один из бостонских госпиталей. Несколько недель Джон проходил обследование и сдавал анализы, а в конце концов юношей был поставлен диагноз – ликемия. В этот раз он отказался поверить врачам и был прав. Вскоре они признали, что допустили ошибку. Позднее он скажет, если кому-то придет в голову написать мою биографию, ее нужно будет озаглавить. Джон Фиджеральд Кеннеди. История болезни. В 1936 году его вновь приняли в Гарвардский университет. Приемная комиссия вынесла свой вердикт. Джон обладает превосходными умственными способностями, но не имеет глубокого интереса к учебе. Есть основания полагать, что он может поступать. В этот раз он подошел к учебе осознанно, увлекся историей и политологией. В летние каникулы заводил правильное знакомство, например, с будущим папой римским, кардиналом Пачели. Печатался в университетской газете, стал членом двух элитных клубов в Гарварде. По его выпускной работе выпустили книгу под названием «Почему спала Англия». Джон Фиджеральд Кеннеди окончил Гарвард в степени бакалавр наук. Далее он хотел изучать право. В 1941 году подал документы в Ельский университет и даже проучился несколько месяцев в Стэнфордском. Но обстоятельства сложились иначе. Америка официально вступила во Вторую мировую войну. Но даже в такое тяжелое время Джон не прошел медкомиссию и был признан непригодным для службы. Но за его спиной всегда стояли семьи Фиджеральд и Кеннеди. В итоге он был направлен в управление военно-морской разведки, где готовил сводки для штаба. Но на его глазах творилась история, и он хотел в ней участвовать. Джон Кеннеди мог бы отсидеться в безопасности. Но не хотел этого. С помощью знакомых отца в 1942 году вошел в состав школы, обучавшей офицеров ВМФ по ускоренной программе. А в 1943 году принял командование катером РТ-109. Чтобы попасть в разгар боевых действий, ему снова пришлось обратиться к связям. И ему дали такую возможность. Но несмотря на то, каким путем там оказался Джон, он был в нужное время в нужном месте. Во время ночного рейда вражеский эсминец протаранил и разрезал РТ-109 пополам. Двое из 13 моряков погибли мгновенно. А Кеннеди сильно повредил позвоночник. Остальная команда была спасена благодаря четким действиям командира. В течение пяти часов выжившие добирались вплавь до ближайшего берега. Причем Джон тащил за собой одного из раненых. Доплыв до суши, Кеннеди вырезал на кокосовой скорлупе небольшое послание с указанием их координат. Спустя неделю команду спасли. Война вошла в дом практически каждого. У кого-то забрала жизнь, у кого-то любимых. Кому-то открыла дверь в будущее, а кому-то закрыла. Так произошло и в семье Кеннеди. 12 августа 1944 года погиб летчик ВВС США Джозеф Патрик Кеннеди-младший. Война также разрушила мечты о президентском кресле главы семейства Кеннеди. В предвоенные годы он совершил ряд политических ошибок, которые навсегда закрыли ему дорогу. И теперь все свои надежды он возложил на Джека. У клана Кеннеди были опыт, претендент и возможности для того, чтобы занять пост президента Соединенных Штатов Америки. Отныне младший брат Роберт стал его правой рукой и решал все возможные неприятности на пути к верхушке власти. Политическая карьера Джону Кеннеди действительно удавалась. Но существовал один нюанс. Он не был женат, а это смущало его избирателей. Ведь раньше общество гласило, семейный человек надежнее, чем холостяк. Джек всегда пользовался женским вниманием. Его харизма покорила не одно девичье сердце. Но ему и клану Кеннеди нужна была первая леди, а это существенно сокращало список кандидаток. Когда он познакомился с Жаклин Лебувье, шла предвыборная гонка за место сенатора от штата Массачусетс. Все его мысли тогда занимала политика, но Жаклин сумела обратить на себя внимание. Девушка поняла, что нужно стать его соратником, и семья Кеннеди оценила ее по достоинству, ведь она имела положение в обществе, отличное образование и манеры. Свадьба состоялась 12 сентября 1953 года. Жаклин позднее расскажет, что незадолго до церемонии услышала разговор мамы с будущим свекром. Мама жаловалась на такое огромное количество гостей, на что Джозеф Кеннеди ей и ответил, «Миссис Очинклосс, я буду с вами краток, вы всего лишь выдаете дочь замуж, а я на этой свадьбе должен познакомить страну с будущей первой леди США». В их союзе родилось четверо детей, но дочери Арабелли не было суждено сделать первый вздох. Джон тогда путешествовал, и Жаклин Кеннеди впервые не сдержала эмоции, назвав его предателем. Но Джек вернулся, окружил ее заботой, и она ему все простила. 27 ноября 1957 года родилась дочь Кэролайн. В этом же году выходит книга Джона Кеннеди, «Профили мужества», за которую он получил Пуллицеровскую премию. Позднее в своих мемуарах «Жизнь, рассказанная ею самой», Жаклин о своем муже напишет так. «Я бы сравнила Джека с подводной лодкой. Он считался буквально символом общительности, но являлся замкнутым человеком. Мне могут не поверить, но это правда. Всегда окруженный людьми и друзьями, которые для него были готовы на все, он каждому приоткрывал лишь частичку себя, но не отдавал себя никому, и даже мне». 25 ноября 1960 года у них появился на свет сын Джон. Жаклин Кеннеди также в своей книге написала, «Многие спрашивали меня, как я терпела похождение Джека. Но другой жизни я не знала. Передо мной всегда стоял пример моих родителей. Мама научила меня сдержанности. Единственное отличие между нами – она, приходя домой, снимала маску, а я – нет». Но также Жаклин добавляла, что всегда считала основой их отношений – любовь. 20 января 1961 года Джон Фиджеральд Кеннеди официально был приведен к присяге и стал 35-м президентом Соединенных Штатов Америки. Его президентство отмечено Берлинским кризисом, Карибским кризисом, космической гонкой между СССР и США, которая привела к началу космической программы «Аполлон», а также с серьезными шагами по преодолению расовой дискриминации. Несколько фактов из его жизни. Вся медицинская документация была строго засекречена, ведь если бы общественность узнала о настоящем состоянии здоровья, на его политической карьере можно было бы поставить крест. Ему был поставлен диагноз «болезнь Аддисона», постоянные невыносимые боли в спине, из-за которых он принимал обезболивающие и другие таблетки, а также целый перечень хронических заболеваний. Его сестра Розмари перенесла префронтальную лоботомию и большую часть жизни провела в клинике. Самой яркой любовной изменой Джона Кеннеди являлась Мерлин Монро, о их романе она буквально объявила всей Америке, спев знаменитую песню «С днем рождения, мистер президент». 7 августа 1963 года у Жаклин Кеннеди и Джона Кеннеди родился сын Патрик, но мальчик прожил всего несколько часов. Однажды Кеннеди собрал у себя в кабинете политологов и историков и задал им такой вопрос «Если бы Авраама Линкольна тогда не убили, остался он также популярен сейчас?» Ему ответили однозначно «нет». Аврааму Линкольну пришлось бы принять ряд решений, которые не понравились бы людям. На что он произнес странную фразу «Тогда лучше бы и мне сейчас уйти на пике». 22 ноября 1963 года Джона Фиджеральда Кеннеди застрелили. Спасибо за яркую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok